Приветствую вас дорогие друзья, напишите пожалуйста как меня видно, как слышно. Меня зовут Сходоев Алексей и сегодня мы с Сергеем Анатольевичем проведем для вас вводный в начале технико-экономический вебинар. Сейчас мы абсолютно понимаем, что это именно технико-экономический вебинар, потому что вчера у нас был такой тест, не удивляйтесь, что там были наши ссылки и так далее, потому что мы на этот вебинар затратили много усилий, много времени. Вы видели, что ресурс определенный был создан и те люди, которые присутствовали вчера на трендах инвестирования 2017, я думаю, что оценили хотя бы маломальски, что это несколько другие вебинары, это именно вводные вебинары. Здесь же у нас вводные технические и экономические вебинары, то есть это азбука Skyway. И для понимания, кто вчера присутствовал, именно новые люди и кто перешел, соответственно, сегодня, пожалуйста, проголосуйте, вопросники, будем очень рады для статистики, это нам важно. И, возможно, сейчас мы будем смотреть, каким образом мы будем поступать именно с вводными вебинарами, которые тренды инвестирования, возможно, они пойдут вообще на систему в целом или мы будем продолжать в том же стиле, в котором мы начали. Пожалуйста, дорогие друзья, не стесняйтесь, это важно для нас, для статистики. Либо плюсики поставьте в чате, один и так далее, кто вчера присутствовал и сейчас находится на вводном технико-экономическом уже вебинаре. Я понимаю, что достаточно небольшой промежуток времени, то есть день, но присутствуют люди, я думаю, кто-то там стесняется и так далее. И я думаю, что хороший ресурс, мы обкатывали, смотрели, естественно, за себя могу сказать, так как я эту систему тоже готовил, а Сергей Анатольевич уже как спикер все это презентовал, не без изъяна, так скажем, но мы будем отшлифовывать. И я думаю, что это будет как раз-таки элемент захвата, элемент захвата именно абсолютно людей, которые не подозревают о существовании проекта Skyway, ищут, по где же инвестировать, ищут выгоды и так далее и тому подобное. И, собственно, мы начинаем тогда азбуку Skyway, это технико-экономический вебинар, и здесь мы будем говорить, естественно, только о Skyway, только о развитии проекта, и это действительно возможность, которая бывает раз в сто лет, дорогие друзья. Вы об этом обязательно поймете абсолютно и беспрекословно, так скажем, в конце вебинара, и эта возможность, она может исчезнуть уже в этом году, потому что есть у нас предпосылки, есть определенные новости, и новости будоражат на самом деле. И 99% населения земного шара действительно должны услышать о Skyway, и раньше я говорил следует, но тут, скорее всего, должны, потому что должны хотя бы быть в курсе, а тут уж принимать решение, какое помогать развитию проекта Skyway. Я считаю, это каждый сам подумает и примет, но чтобы быть в курсе, это действительно и следует людям, и, не побоюсь этого слова, должны, потому что Skyway это та технология, которая будет менять все в этом мире настолько мощно и настолько быстро, как это делал интернет, как это делали предыдущие технологии, которые являлись ядрами предыдущих технологических укладов, как автомобили, раньше это были лошади, раньше вообще изобрели колесо, уздечку и так далее. То есть, все это ускоряло технологический процесс, но если мы говорим про то, насколько мощно ускорит технологический процесс Skyway, то, скорее всего, таких технологий, именно таких унифицированных технологий просто нет. Так, дорогие друзья, запись будет, но она будет не на официальных ресурсах, мы, скорее всего, выложим ее на канал, и уже, я не знаю, по чатам это, наверное, не особо корректно давать, потому что там все-таки наша реферальная ссылка, и это был такой тестовый вебинар, поэтому я не знаю, насколько она будет расходиться по чатам, но у нас запись будет. То есть, ее можно посмотреть и послушать чисто для ознакомления, как доводить информацию. Сеть интернет родилась не за 5, не за 3 года, она рождалась, так скажем, в муках, и не сразу далеко. Более чем 25 лет прошло, чтобы сеть интернет появилась, и это только первые протоколы. Наша же технология развивается более 39 лет уже, и 40-летний рубеж мы скоро перейдем. Для кого-то этот рубеж может быть пугающим, но в первую очередь задумайтесь о том, сколько лет развивает Анатолий Юницкий эту технологию. И недаром появилась инженерная школа Юницкого, недаром из струнных технологий рождается множество ответвлений. То есть, это не только струнный транспорт, это и струнные полотна, вместо того, с чего взлетает самолет, соответственно, в аэропортах. Это и вакуумное стекло, струнное вакуумное стекло, и это и линейные города, и многое-многое другое. То есть, это не только транспорт, это целая инфраструктура, законченная и, опять же, повторюсь, унифицированная. То есть, почему технологии вообще вот те или иные начинают приобретать характер высокоприбыльных технологий, в которые выгодно инвестировать? Обычно это тех технологий, которые объединяют себе многие направления. И SkyWay объединяет в себе единую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную, социальную и даже финансовую сеть. И я уже не говорю о том, что SkyWay это вообще недостающее звено не просто в будущем мировой логистике. Такого понятия, как мировая логистика, в будущем и не будет, потому что мы не будем задумываться о затратах перевозок пассажиров, допустим. Мы не будем задумываться, сколько же с Москвы в Хабаровск или в Владивосток будет стоить билет, авиабилет, потому что стоимость будет стремиться к минимуму. Естественно, теоретически и в идеале она может прийти даже к нулю, как сегодня мы пользуемся Skype, как сегодня мы пользуемся интернет, платя какую-то абонентскую плату, минимально. Как в Европе, допустим, отменяют сейчас границы роуминга и путешествия по Европе, житель Европы, соответственно, сможет без каких-либо препятствий разговаривать по своему телефону. И такую именно идею, концепцию перемещения без лимитов и без границ Анатолий Эдуардович задумал еще, как я говорил, более 39 лет назад. То есть, это начиналось все с эскизов, с чертежей, с рисунков. И мы обязательно покажем на вебинарах, показывали ранее, что были эскизы даже юнибайков. Это тот транспорт, который уже был продемонстрированный. В данный момент идут ходовые испытания. Ну и, соответственно, все начиналось далеко не с самой концепции самого трострунного транспорта, а с более сложного технически инженерного решения. Это концепция общепланетного транспортного средства. То есть, сложное инженерное сооружение, гениальное, действительно стоящее усилий всего человечества, всех стран. И сегодня у нас вообще в проекте более 180 стран зарегистрировано в качестве инвесторов. Это, говорите, стойко про инвест-проводящую систему, которую мы развиваем. Члены Совета правления Skyway Capital и все активисты, естественно, в первую очередь, я бы сказал, активисты. Мы уже налаживаем работу и обеспечиваем достойный сервис и достойные инструменты для еще более мощного продвижения проекта Skyway. Но на тот момент, естественно, в конце 80-х годов, когда была международная конференция по неракетной индустриализации ближнего космоса, ни интернета на тот момент не было, ни краудинвестинга, и более того, было непонимание, потому что Анатолий Юницкий представил тогда доклад, концепцию и сравнение. Многим это сравнение показалось некорректным, что, несмотря на то, что можно выводить грузы, допустим, на высоту 300-330 км по стоимости за 1 кг 1-5 долларов, было проведено сравнение, что, в принципе, по грузоподъемности, по максимальным возможностям ракеты, которая поднимается в космос и переносит какие-то грузы, можно сравнить ее с телегой, с обычной лошадью. Но это были абсолютно логически выверенные и рассчитанные данные, поэтому Анатолий Юницкий и сравнил именно с показателями лошади и телеги. Именно такой грузопоток может обеспечить современная ракета. Но многие сейчас развиваются в этих трендах, вы видели, Илон Маск, Falcon 9 запускает, сделали специальную технологию, чтобы ракета могла быть много задачной и много запусков могла бы пережить, то есть, когда первая ступень может приземляться и повторно использоваться. Но это не решение тех задач, которые в голове и на бумаге, и в серьезном, так скажем, ученом материале исследовал и показал эта брошюра и публикации, брошюрой даже ее не назовешь, струнные системы на Земле и в космосе. Рекомендую всем посмотреть, кто любит формулы, кто любит чисто технический научный язык. Анатолий Юницкий там описал концепцию, которые потом начали популяризировать такие люди, как Илон Маск, в виде перемещения в вакуумной трубе и так далее. Вообще, много очень концепций, которые сейчас как-то популяризируются и используются именно в общепланетном транспортном средстве. Но мы не будем на этом сильно долго останавливаться, потому что кому-то покажется это очень далекой такой футурологией и несбыточной мечтой, несбыточным желанием инженера Юницкого. Но что мы можем сказать, что потом родилась идея уже максимальной оптимизации и создания струнного транспорта, каким мы сегодня его и привыкли видеть. То есть это рейсовый автомобиль, перемещающийся по стальным рельсам на втором уровне на высоте 5-15 и выше метров над землей. И это действительно ноу-хау. Первый рейсовый автомобиль был ЗИЛ. Мы называем его ЗИЛ «Уходящий в небо». Зафинансировал этот тестовый участок лебедь Александр Иванович после знакомства с Сибиряком Сергеем Анатольевичем. И это было случайное знакомство в самолете. Разговорились на тему, какой же вообще еще может быть путь у российской экономики, как можно менее чем за 5 лет увеличить ВВП Российской Федерации в 3-4 раза. И путь был очевиден. Опять же, логически все было выверено и показано, ну, не побоюсь этого слова, близко к идеалу. И лебедь Александр Иванович был поражен одним из слоганов и знаменитых фраз. Его была фраза, что струнным дорогам быть. И сейчас мы можем однозначно, дорогие друзья, что действительно струнным дорогам быть, и никто сейчас их не сможет остановить. Можно, конечно, попытаться, постараться, как вот после презентации Дмитрия Анатольевича Медведева на тот момент президенту в 2009 году. И тогда еще Сергей Иванович Морозов, наш активный лоббист и наш активный сподвижник. Тот, кто поддерживал еще на госсовете технологию, представил презентацию, блистательную действительно презентацию Дмитрию Анатольевичу Медведеву, но не получил какой-то супер положительной ожидаемой реакции. И Сергей Анатольевич Сибиряков, и Анатолий Эдуардович Юницкий, и Надежда Геннадьевна Косарева, и Виктор Игоревич Бабурин потом тоже к команде присоединился. И не было такого эффекта, что выстроились толпы. Знаете почему? Потому что время еще тогда не пришло. Во-первых, был испытан подвижной состав не в том виде, которым мы сейчас нарабатываем именно ходовые испытания, ежедневные. А это был ЗИЛ на стальных колесах, и в первую очередь это было испытание для путевой структуры. Мы называем это второе поколение струнных технологий. И после Озер была попытка завязывания контактов, и не просто контактов, а чтобы помогли в финансировании, помогли в обмен на интеллектуальную собственность, в обмен на долю в компании, серьезные олигархи, серьезные чиновники, как российского масштаба, так и вообще мирового масштаба. Но все заканчивалось одним и тем же образом, что хорошо, можем помочь и финансирование обеспечим, но тогда мы будем владеть полностью технологией, а вы, господин Юницкий, останетесь ни с чем. Естественно, Анатолий Эдуардович Юницкий не мог на это пойти, чувствуя ответственность вообще за ту технологию, которая революционно преобразит этот мир. Ну и в первую очередь, естественно, эволюционно в плане экологии, в плане того, что сейчас уже более 800 тысяч людей по всему миру просто зарегистрировались, просто наблюдают, и более 150, может быть, уже даже 200 тысяч людей инвестируют, то ежемесячно, то один раз инвестировал. Кто как может, дорогие друзья, но все мы с вами развиваем несколько направлений. Это городской пассажирский транспорт, это грузовой транспорт, это высокоскоростной транспорт, и это юнибайки, легкий прогулочно-спортивно-экскурсионный транспорт. Что касается юнибайков, их можно уже увидеть в движении, их можно увидеть в реальности. Они родились, и они живут сейчас своей жизнью, постоянно совершенствуются, постоянно становятся еще более выносливыми, мускулистыми, физически подтянутыми, как я называю их. То есть это действительно первое транспортное средство по направлению струнных технологий, которое было продемонстрировано 28 ноября 2016 года. Я сам лично на этой презентации присутствовал и видел восторг турецких, канадских в США коллег. И действительно, никто тогда не ожидал, что произойдут те новости, которые мы увидели еще в декабре, когда произошла встреча с министром транспорта Индии, и никто этого не мог ожидать, естественно, в 2014 году, когда только начиналась схема народного финансирования или краудинвестинга. Сегодня все люди, которые развивают проект, они чувствуют за собой ответственность. Представьте себе на минуту, что действительно может транспорт быть дешевым, что вы можете в абсолютной безопасности перемещаться, что это будет комфортно. Я даже проведу обязательно пример, когда будет тест, так скажем, эксперимент, когда у нас будут уже сертифицированы высокоскоростные юнилеты. Я обязательно пройду с двумя кружками кипятка, что я не могу себе позволить, допустим, на обычном поезде, когда вот этот эффект рейса шпалы, конечно, кого-то подкачивает так и вклонит сон. Кому-то кажется это комфортным, но это абсолютно дискомфортно по сравнению с тем, что мы будем испытывать при перемещении уже в наших юнилетах, юнибайках, юнибусах. То есть это будет такой комфорт, который будет испытан нами наряду с тем, что мы просто сидим в своем кресле, в хорошем диване и наслаждаемся окружающей обстановкой. По шуму это будет не больше, чем негромко работающий телевизор. Я имею в виду проходящий подвижной состав и так далее, чего не скажешь о современных железных дорогах, когда многие люди вынуждены селиться возле железных дорог, потому что их образ жизни заставляет это сделать. И если мы сегодня видим, что многие мегаполисы превращаются и сливаются в гигаполисы, то есть образ жизни очень сильно меняется. И есть такое понятие, как суперкомьютерс, не переводится оно никак на русский язык, но это те люди, которые в Европе вынуждены, допустим, работать в Париже, а живут они в Лондоне. И благо есть там высокоскоростное перемещение, но ужасно дорогое по строительству, по монтажу, намного менее долговечное по сравнению со Skyway. Но они, представьте себе, действительно тратят где-то 5-6 часов на дорогу. И это время хотелось бы тратить не на дорогу, а продолжать жить в первую очередь без отрыва от реальной действительности и жить полной грудью, без каких-либо ущемлений себя и зная, что да, сейчас мы перемещаемся из точки А в точку Б. И с точки А в точку Б, по нашему мнению, можно будет перемещаться в абсолютном комфорте и со всеми достигаемыми и доступными на сегодняшний день средствами, которые необходимо использовать современному пользователю транспортной системы и транспортной инфраструктуры. Если говорить про технические характеристики, дорогие друзья, то по аэродинамике нет такого транспорта, который смог бы сделать даже близко сравнение рядом с технологией Skyway. То есть коэффициент аэродинамического сопротивления 0.0.43. Это с запасом, так скажем, взято. 0.0.34, извиняюсь. Если говорить про даже не Bugatti Veyron, а Bugatti Chiron, то там 0.35 коэффициент аэродинамического сопротивления. Да, это, естественно, заявка на рекорд по скорости современных спорткаров и так далее. Но, опять же, кому нужны сейчас эти мощности? И кому нужен сейчас нефтяной век именно в расходовании на топливо? Все уже давно понимают и все давно уже переходят на альтернативные виды энергии. И даже те же электромобили – это самообман. Считайте, что они перемещаются без урона экологии, что они берут электроэнергию неоткуда. Естественно, электроэнергия тоже где-то генерится. У нас есть решение, на самом деле, по поводу выработки электроэнергии. Мы об этом говорим обычно на расширенных технико-экономических вебинарах. Но, если говорить про аэродинамику, все эти технические характеристики складываются в очень серьезной экономии как топлива при эксплуатации, так и материала при строительстве. То есть, 100 грамм топлива на пассажира – это абсолютно нормальное будет потребление топлива. И 0,35 литров, допустим, на 100 километров – это будет потреблять юнибайк. Это серьезная заявка для того, чтобы понятие как малолитражки, как самый такой малокушащий автомобиль ушел в небытие. Так же ушел в небытие, как именно кареты, запрягаемые лошадьми. И какая бы карета замечательная и комфортная ни была, она все равно менее перспективная и менее современная, чем даже самый начальный автомобиль. Это говорит о том, дорогие друзья, что начиная с Индии, начиная с других стран, которые уже готовы заказывать и по которым сформированы адресные проекты, струна – это предварительно напряженная, растянутая и закрепленная на концах анкерных опор структура, протянется действительно в каждую страну и в каждый город. Это будет абсолютно ровная, гладкая поверхность пути. Даже если взорвут, к примеру, попытаются струнную путевую структуру, то все рассчитано на то, чтобы все же не пострадали в первую очередь люди. Чего не скажешь по современном транспорте. Допустим, даже соотносительно безопасный братья авиатранспорт. Существуют и случаются катастрофы, и, естественно, если человек находится в самолете, то ничего уж тут не поделать. Наш транспорт позиционируется действительно как самый безопасный в мире. Но все это, дорогие друзья, не имело бы никакого значения, и я был бы человеком, который пытается вести заблуждение, как-то рассказывает о проекте для привлечения туда людей, для инвестиций, если бы в 2015 году не началось бы строительство экотехнопарка. То есть начался этот процесс с договора аренды земельного участка в городе Марина-Горка. Потом уже, естественно, началось само строительство. В сентябре был вырыт первый котлован, и сейчас мы постепенно готовим концепцию, которая будет... Это тоже мощный инструмент будет для вас, именно как работа в виртуальном пространстве. Листовку мы сделаем такую, что было и что стало, насколько поменялся экотехнопарк, насколько преобразилась технология Skyway из визуализации, из картинок, из компьютерной графики, из первых котлованов, из первой выровненной площади территории экотехнопарка в уже существующие конкретные направления экотехнопарка, которые были запланированы. Нас поддерживает очень много людей, то есть это бывший серьезных людей, подчеркиваю, это бывший министр транспортного департамента инфраструктуры развития Южной Австралии. И если в сентябре мы продемонстрируем модель 1 к 10, то в сентябре 2016 года мы не просто продемонстрировали, мы представили ее на международной выставке и на транс. Это модели юнибайка и юнибуса, то есть легкий прогулочный спортивно-экскурсионный вид транспорта и городской пассажирский транспорт. И сегодня мы можем сказать, дорогие друзья, что да, развиваются все направления параллельно на экотехнопарке. По поступаемым инвестициям мы не наблюдаем каких-то затормаживаний и каких-то именно процессов, которые помешали бы нам сертифицировать, к примеру, этим летом технологию. Все идет по плану и все развивается действительно теми темпами, теми шагами, которые и планировалось закладывать именно в развитие. Что я могу сказать по некоторых вехах и датах развития экотехнопарка, то, что в мае запараллеленно с городской пассажирской, совмещенной с высокоскоростной транспортной инфраструктурой, уже началось строительство легкой прогулочной трассы. Это не просто легкая прогулочная трасса, это трасса, которую городские пассажирские потоки также сможет выдерживать. Соответственно, в июне началось уже запараллельное строительство, уже грузовой трассы в июле началось. Начались рыться первые котлованы под попоры грузовой трассы, и сейчас мы видим, идет полным ходом подготовка именно к Экофесту. Экофест у нас будет проходить уже второй раз, и это традиция, это праздник для всех людей, кто поддерживает проект SkyWay. Я рекомендую вам забронировать места, потому что дата уже известна, и, пожалуйста, присоединяйтесь, заходите на сайт, наблюдайте, смотрите, потому что количество мест, не скажем, что ограничено, но стоит не затягивать с этим мероприятием именно по планированию, потому что количество мест в гостиницах, к сожалению, ограничено. И уже если говорить про ноябрь, октябрь, мы уже видим Эко-технопарк в виде подготовки к демонстрации и первому генеральному техническому прогону Юнибайка, это легкая прогулочная трасса, и в 28 ноября мы увидели уже, что Юнибайк действительно поехал в первый раз, и это взбудоражило нашу инвестпроводящую систему. Мы наблюдали бурный рост инвестиций, а сейчас наблюдаем постоянное, еще более бурный, поэтому я могу вам сказать, дорогие друзья, сейчас можно сказать, что идет логика того, что либо вы принимаете технологию, понимаете, что это действительно перспектива, и что это действительно выгода для вас участия в этом проекте, либо вы проходите мимо и наблюдаете уже со страниц средств массовой информации, как в бумаге, так и на виртуальном пространстве, вы наблюдаете в виде конкретных проектов, и настанет тот день, настанет тот час, когда перемещаясь в подвижном транспортном средстве Skyway, вы вспомните, а кто-то мне об этом говорил, а кто-то мне это предлагал, а я сейчас являюсь пассажиром и не являюсь совладельцем и соинвестором струнной технологии, а финансирование уже в тот момент, дорогие друзья, к сожалению, закончится. Но обо всем, так скажем, с высоты прожитых лет в проекте Skyway более 16 лет расскажет Сергей Анатольевич Сибиряков, мастер трендов инвестирования, как вчера выяснилось, бывший чиновник, нынешний макропрогнозист Сергеем Анатольевичем, мы именуем себя также и футурологами, и сейчас я могу сказать, что это тот человек, на школе которого именно в школе спикерства родился не один. Алексей, вот, как всегда делает очень такую развернутую вводную вещь, мы с вами, друзья, видите, уже начали, ну, не сказать, что мы экспериментируем, мы готовимся к новым этапам, к новой работе, вот, соответственно, а вчера, вот, уже мы говорили, провели первый такой, ну, мастер-класс, это, конечно, с большой натяжкой, сказано, мы там готовились почти два месяца, вот, Алексей вчера очень критически с командой, которой мы это готовили, там, рассматривали эту встречу, но, друзья, будем совершенствовать, будем делать, то есть цель и задача, которая, это было объединить все ресурсы в интернете, вот, дать, соответственно, информацию о новых трендах инвестированиях для того, чтобы уже дальше заходить таким образом и показывать перспективы SkyWay. Вот, что-то у нас получилось вчера, что-то не получилось, будем дальше отрабатывать. Это будет не каждую неделю, тут, наверное, ближайшие две недели мы с Алексеем будем в разного рода презентациях и разъездах, то есть у нас теперь большое-большое турне такое по разным странам, но наши традиционные технико-экономические вебинары мы будем проводить всегда без заменений, и еще одно, это вот то, что касается нашего мастер-класса, я думаю, что где-то недели через две, через три мы повторим попытку, сделаем еще один такой заход, уже с несколько, ну, скажем так, более усовершенствованной логики, но, как вы вчера, друзья, заметили, смысл, задача была, ну, показать, что венчурное инвестирование, это отличается резко от всех остальных форм инвестирования, и то, что мы делаем, это научная концепция, научная школа, которая позволяет делать определенные макро-прогнозные выводы. Извините. Вот, поэтому мы это будем... Так, записи, ну, как уже говорили, записи есть все в Перископе, была параллельная трансляция, и будет на канале YouTube. Мы делаем это пока не в рамках общего, ну, скажем так, Skyway капиталовского формата, надеюсь, что к этому мы подойдем со временем, а это просто наш был такой эксперимент для того, чтобы разными путями побудить людей, которые не знают о венчурном инвестировании, не знают о Skyway, для того, чтобы они заинтересовались таким проектом, и вот что из этого получится, будем, друзья, анализировать, смотреть. Еще одно такое новшество, которое у нас началось, друзья, с прошлой недели, вы помните, мы первый раз попробовали в прошлую среду, это уже параллельный перевод на шесть языков, вот. В среду, к сожалению, у нас технический сбой определенный произошел по нашей главной комнате, вот там не включились, ну, потом разобрались, конечно, это технические накладки были, просто общее количество людей, которое зашло и одновременно было в наших комнатах, во всех открытых в Мерополисе, она просто превысила тот лимит, который был у нас установлен договором. Поэтому сейчас мы это все учили, переделали, и уже в субботу, как вы помните, телемост у нас прошел, там было в прямом эфире, как вы помните, только в нашей комнате, где-то почти, там, больше 750 человек, было открыто пять комнат одновременно, и, соответственно, было гарантировано за тысячу человек. И в Перископе, я не помню точно, ну, тоже где-то за полторы тысячи, это общее количество просмотров там сегодня просто очень большое. Это говорит о том, что интерес большой, информация нужна, и вот эти вот вебинары, как вы назвали, это тоже, друзья, новое название, которое родилось само собой, и, я думаю, ни у кого не вызывает вопросов, почему вот этот единый вебинар, который переводится сейчас, ну, на шесть языков, а заявок уже сегодня на 11 языков, чтобы шла трансляция, мы его назвали Unisky Webinar, то есть объединенный наш, вот именно традиционный вебинар, вот, и мы ваш формат будем несколько расширять, то есть это не только теперь уже будет наш технико-экономический вебинар с Алексеем, а это будет такой общий вебинар директоров SkyWay, где мы будем доносить до вас самые последние, самые важные новости, с комментариями, с пояснениями, с главными объявлениями, которые будут на данный момент. Поэтому у нас сегодня в среду мы, к сожалению, ну, не то, что к сожалению, а по нашей просьбе европейских друзей мы сдвинули вебинар, ну, на прошлую неделю на 21, а сегодня мы будем его проводить в 21.30. Вот, это по одной причине, друзья, что европейское время два часа разница, у них это 19 часов, и они просто попросили, что люди, которые приходят с работы, там поужинают, не успевают в онлайн включаться в вебинар. Поэтому мы пошли по такому пути, чтобы всем было более-менее комфортно, вот, все-таки для России 21.30 и для, ну, российского времени это 21.30, это поздно, но не такое смертельное, ну, скажем, время, когда очень поздно. Ну, а те, кто Сибирь, Дальний Восток, мы, друзья, традиционно оставили, ни в коем случае мы не будем менять этот формат, в 12 и в час мы эти вебинары оставляем, поэтому для Сибири это плюс 4 часа, для Урала это плюс 2 часа, вот, для Дальнего Востока плюс 8 часов. Поэтому, друзья, все-таки более-менее комфортно мы сейчас постараемся сделать, чтобы вещание шло, охватывало максимальное количество людей. У нас сейчас уже есть заявки для проведения вебинаров и для Израиля, и для Америки, и для Азии, но, друзья, нельзя объять необъятное и впихать, как говорится, не совсем впихуемое, поэтому мы все-таки, друзья, будем постепенно двигаться и, как уже по статистике, мы сейчас сделаем обновление на сайте, мы посчитали количество стран, так вот, по пока нашей внутренней статистике мы вплотную приблизились к 190 стран. Я вам говорил тогда, что для нас это будет очень знаменательная цифра, потому что в Организации Объединенных Наций в ООН зарегистрировано 193 страны, а всего в реестре всех стран стоит 214 стран. Поэтому, друзья, мы вплотную прям подошли к тому, что мы вот-вот по количеству участников проекта SkyWay будем соизмеримы с ООН, и я думаю, что мы реально будем претендовать на самый масштабный проект, где максимум количество стран, потому что я вот с нашими инвесторами сейчас, топ-лидерами, которые делают и основные объемы, и основное привлекают инвесторов, мы просматриваем структуры, друзья, каких там только стран нет. Не то, что каких, то есть есть страны, о которых я никогда не слышал, есть страны, о которых я слышал только в школе, когда изучал географию, то есть я даже не представлял, где и как это находится. Но, тем не менее, есть инвесторы, причем там Коста-Рика, допустим, там, казалось бы, не это самое, так там целая сеть у нас, так сказать, я уже не говорю про Нигерию, или еще про ряд очень интересных таких стран, которые там Кения, ну, допустим, это вообще цивилизация, то есть там активно у нас растущая структура сейчас, и там уже есть предложения по адресным проектам, и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому, друзья, это то, что касается нашего формата, нашей работы. Мы будем сейчас много еще что менять, дорабатывать. Цель, друзья, это одна, чтобы вы получали максимум информации по проекту, чтобы вы максимум были в курсе последних событий, поэтому на это направлена вся работа всей нашей команды директорского состава Skyway. Вот, мы работаем в едином информационном поле с головной компанией, за устроенные технологии. Вот, но так все-таки мы, друзья, занимаем свои ниши, и здесь у нас есть определенные такие зоны разграничения, которые, мы все-таки работаем с краудинвестингом, с инвестпроводящей системой, с большим количеством людей, вот, которым мы доносим информацию, мотивируем и побуждаем их сегодня поддержать и перейти в проект. ЗАО струнных технологий, это инженеринговая компания, это научно-производственный комплекс, который разрабатывает, изготавливает, испытывает и готовит к внедрению уже технологию Skyway. У нас абсолютно разные зоны по привлечению людей, то есть мы уже отработали, и вы видите, мы постоянно с Алексеем, и вообще вся команда, это не только с Алексеем, то есть постоянно мы работаем директорским составом, что крупные инвесторы, либо крупные заказчики, они приезжают в экотехнопарк, напрямую в ЗАО струнные технологии, у нас отстроена система взаимоотношений, каким образом мы все это учитываем, и наша задача, конечно, чтобы туда постоянный был поток новых заказчиков, новых крупных инвесторов, потенциальных партнеров по производству и по строительству, и этот процесс идет, идет постоянно, вот, о таких текущих новостях, которые влияют на процесс, мы будем говорить уже во второй части, на расширенном технико-экономическом вебинаре, который будет в 13 часов. Вот, поэтому, друзья, если говорить о новичках, здесь Алексей проводил уже и опросы, и задал, что у нас есть уже те люди, и мы это отслеживаем, те, кто вчера пришел, услышал первый раз, мы потом дали рекомендацию приходить уже на расширенные технико-экономические вебинары, естественно, предварительно, уже проведя регистрацию, получив какую-то там первичную информацию. Вот, потому что, друзья, еще раз повторюсь, с чего мы начали, что вот этот вот захват людей, которые заходят и ничего не слышат, он происходит либо нашей работой наших активистов, когда люди доносят информацию, либо это какая-то реклама, либо когда человек находит информацию, которую он еще ищет. Вот, вчера мы сделали такой посыл к тому, что кто хочет, кто интересуется инвестированием, венчурным инвестированием, футурологией, соответственно, мы можем вам объяснить и рассказать, как это будет делаться. Дальше мы будем, соответственно, работать и с теми людьми, которые хотят изменить свое материальное положение, и сейчас уже, там, занимаясь дополнительным, допустим, заработком, и имея интересное направление, очень важное в инвестировании, которое что может дать серьезный доход в ближайшие годы. Вот это тоже, друзья, как раз вот та аудитория, которую мы сейчас делаем. Еще один мы будем делать абсолютно другое направление, которое будет направлено на других людей. Это вопросы, связанные с футурологией, то есть мы с макропрогнозированием, с тем, что именно с научной концепцией описывает будущее. И так как мы развиваем и мы стоим на научной школе, школе, которую создал инженер Юницкий, естественно, все технологии, которые мы сейчас показываем, и на наш взгляд являются наиболее перспективными, они, естественно, идут из этой инженерной школы. Вот. Это у нас свое место в научном мире сегодня. Вот. Мы ведем постоянные дискуссии, постоянно диспуты. Это научный концепт, это научный спор. И у всех такого рода разговоров, друзья, у всех такого рода экспертных оценок есть только одно мерило, друзья. Никаких других нет. Это время. И в этом плане, сегодня уже понимая логику развития, вот, допустим, я в проекте Skyway уже без малого 17 лет и видел в разных ипостасиях развитие проекта. Сейчас я могу сказать, что до такой стадии это доходит впервые. Это действительно историческое развитие технологий, хотя было очень много очень серьезных шагов, но сейчас это уже встает на такую промышленную, именно уже эксплуатационную рельсу, и основная задача сегодня это генерить и генерить дальнейшие адресные проекты. И вот об этом мы как раз, друзья, поговорим на второй части, которая будет 13 часов, потому что сегодня этот процесс, к которому мы долго готовились, ну, вообще вся работа, друзья, Экотехнопарка, она и направлена на то, что это офис продаж, это офис демонстрации, где можно увидеть, посмотреть, потрогать, убедиться во всех технических характеристиках, которые заявляются, и дальше сделать заказ на строительство конкретной трассы. Вот это как раз, друзья, то, что сегодня и происходит, то, что сегодня и активно двигается. Вот, поэтому, скажем так, ближайшие нас ожидают, мы с Алексеем будем теперь, наверное, два или три вебинара проводить, как всегда, в походных условиях, то есть следующий у нас будет вебинар из Чехии, и потом, Алексей, я не помню, где будет, в Германии, по-моему, я буду в Израиле, вот, там встреча с партнерами, потом у нас будет из Словакии, вот, с нашими партнерами, Банско-Быстрицы, ну, и дальше у нас, смотрите, по графику, то есть, те конференции, которые сейчас реально запланированы, делаются, они очень плотные, и вопрос, нас спрос, ту информацию, которую мы сегодня доносим, он все больше и больше возрастает, вот, поэтому, друзья, из той реальности, которую мы сейчас и доносим, и говорим, и то, что можно сегодня увидеть, это связано с развитием именно технологического прогресса, то есть, то, что мы сейчас показываем и делаем, это абсолютно закономерно, и одно вытекает из другого, то есть, то, что сегодня на смену информационной революции века, когда деньги уже в считанные минуты, а товары могут идти неделями, даже месяцами, вот этот разрыв, это сегодня тромб в мировой экономике, сегодня пробки, которые сегодня душат города, это те язвы, которые сегодня есть в цивилизации, мы сегодня задыхаемся от тех миллиардов тонн вредных веществ, которые выкидывают автомобили, и теплоэлектростанции, мы сегодня проводим огромное количество времени в пробках, и просто убиваем свою жизнь, находясь вот за рулем, либо торча в этом закрытом пространстве, вот, где больше ничем нельзя заниматься, кроме как перемещаясь, мы сегодня платим за то, что быстро перемещаемся, пользуемся самолетами, это убитым фактически сельским хозяйством, потому что, опять же, миллиарды тонн, то, что сжигают самолеты в стратосфере, это все в виде серных дождей, это все в виде тяжелых металлов, идет почва, это то, что мы потом потребляем с вами в пищу, и платим своим продуктам, но не говоря уже о том, что автомобиль, это сегодня самый страшный убийца на земле, то есть он убивает полтора миллиона человек, и более 15 миллионов человек делает инвалидами, и, соответственно, весь научный мир, весь технический прогресс направлен на то, чтобы решить эти проблемы. То есть есть такое понятие, как мобильность 4.0, то есть когда интеллектуальные машины начинают снижать выбросы вредных веществ, они становятся более безопасны и для пассажира, и для тех, кто находится, то есть для пешеходов. Соответственно, это все мобильность 4.0, и сегодня научный мир решает эту задачу. Инженерная школа Юницкого, она это решила уже давно, и мы сегодня не просто находимся в логике 4.0 мобильности. Мы, построив Юнибайк, и запустив его на трассу, подняв на второй уровень, сделав дешевую эстакаду, которая совмещена еще и с энергетическим, и с информационным передатчиком, соответственно, мы сразу перешли в концепт 4+. Потому что мы сегодня даем безопасный вид транспорта, экологичный, и тот, который и потребляет меньше, ну не говоря уже о том, что все трассы Skyway, они еще и будут энергогенерирующие. То есть все трассы будут абсолютно независимыми от углеводородной энергетики. И следующий момент, то, что вы видели, друзья, это мы еще раз, как бы там акцентированно повторяем, что мобильность 5.0, это новый научный термин, который сегодня еще не обсуждается и даже не воспринимается научным сообществом, это концепция мгновенного перемещения. Только струнные технологии Юницкого позволяют утверждать, что перемещаясь, можно еще заниматься каким-то очень нужным и полезным делом. И вот здесь вот, друзья, мы Юнибайк, и то, что Катриан Кармоцци показал, видели, наверное, все наши ролики, сейчас Алексей еще вам обязательно их скинет, ссылки, это то, что сегодня, перемещаясь, можно заниматься спортом. Спорт – это сегодня также основная проблема человечества. Мы сегодня недополучаем физическую нагрузку, потому что мы все живем, пользуемся плодами цивилизации, сразу из кресла в машину и так далее, то есть практически не ходим, не движемся. При этом нет активности, нарушается обмен веществ, дышим плохим воздухом, питаемся плохими продуктами, соответственно, за это платим за все здоровье. Мы сегодня показали первый концепт, и это, друзья, уже не футурология, это уже реальность. Когда сегодня Юнибайки оснащены силовыми тренажерами, когда можно заниматься физическими упражнениями, и при этом перемещаясь, соответственно, в своем спортзале. И сегодня уже новая модификация Юнибайка, она уже не только велотренажер, но и весь комплекс тренажеров, который может, соответственно, тренировать все группы мышц, и Адриан как раз разрабатывает на это целую программу, для того, чтобы можно было заниматься. Но, друзья, мы еще сделали дальше следующий шаг, когда все, те, кто перемещаются и занимаются спортом, они не просто так сжигают свои калории и выбрасывают энергию в атмосферу, что сегодня происходит в любом фитнес-центре, а мы заряжаем аккумулятор, и на этом аккумуляторе движемся в пространстве. То есть той энергии, которую вырабатывает сам человек, занимаясь спортом, достаточно, чтобы двигаться со скоростью 60 км в час. И Юницкий, как инженер, естественно, всегда дает очень интересное сравнение, друзья. Вы просто вдумайтесь, когда на Земле, это примерно через 10 лет, будет перемещаться миллиард юнибайков, и при этом люди будут просто крутить педали, чтобы вырабатывать электроэнергию, так вот сегодня для того, чтобы выработать энергии, чтобы эти электромобили двигались, надо построить 47 атомных станций. Друзья, представляете, какой объем? То есть мы с вами становимся генератором энергии. Она не из воздуха, ни откуда не берется. Мы сами с вами продляем себе жизнь, делаем ее более счастливое здоровье, при этом энергию, которую мы с вами вырабатываем, мы используем для своего движения. Ни один концепт сегодня, друзья, который вообще существует или даже предполагается создать, он не может решать этих задач, даже приблизительно. И вот это, друзья, это 5.0, не говоря уже о том, что наш юнибайк это уже купе для скоростного передвижения, это контейнер для перевозки грузов, это сегодня и основа для суперкомпьютера и для новой системы обучения и так далее, и так далее, и так далее. Друзья, об этом мы еще будем много говорить, мы будем еще много с вами на эту тему рассуждать. Ну вот, друзья, давайте на этой, скажем так, ноте, тем, кому это неинтересно и не хочет об этом ничего знать и не хочет в этом участвовать, я, друзья, с вами прощаюсь. Вот, единственное, что на прощание я всегда произношу такую фразу, друзья, что на последние 15 лет мир изменился до неузнаваемости, радикально, и тут один троллеч, который к нам тут сегодня зашел, вот, который говорил, что кто вам даст изменить границы, изменить пограничников, изменить, так сказать, это. Друзья, это все произойдет само собой, потому что интернет убрал информационные границы, транснет уберет физические границы, и хочет кто-то это, не хочет это, друзья, это развитие цивилизации, и все равно, как к этому относится какой-то тролль или какой-то чиновник, они не смогут этого остановить, потому что 99,9 в периоде людей хотят этого, поэтому, друзья, нам надо привыкнуть к мысли, что за ближайшие 10-15 лет мир изменится более радикально, и как раз для тех, кто любит произносить мою фразу в тапочках в Париж, что как пришел компьютер, вы открыли, вы в информационном поле, вам не надо идти никуда, ни в библиотеку, не получать никакую литературу, вы получаете всю информацию, просто открыв компьютер или нажав кнопку смартфона, точно так же в Транснете, вы не вставая со своего рабочего места, со своего кресла, вот будете перемещаться в Париж, в Дели, в Абу-Даби, еще можете куда-нибудь написать, так сказать, это, друзья, Транснет, и к этой мысли вы не то, что должны привыкнуть, просто следите за тем, как это будет развиваться. Ну все, друзья, давайте на этом мы делаем небольшой перерыв, в это время идут наиболее важные ролики, которые мы потом комментируем в виде новостей, ну и встретимся с вами через 3-5 минут для уже расширенного техника экрана. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова